Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередной мукбанг, который я приготовила сама. Это паста с обалденным соусом. Если вы хотите, я могу для вас снять рецепт. Дальше у нас здесь чудо. Не пугайтесь вот этой вот трубочки, она не заводская. Дело в том, что трубочка, которая была прикреплена, я не знаю куда она делась, посеяла куда-то. И, конечно же, мой любимый наш шарап. Ну как же без него? И давайте приступим. Здесь многовато, хотя на видео кажется, что очень мало. Просто тарелка такая, надо бы побольше красивую тарелку купить. Менесо видела. Просто бомба тарелки. Фишка в соусе. Очень вкусная. Вчера была у Фати. Сегодня опять же будет видео с напитками на моем канале. Я уже смонтировала. Осталось только выложить. вчера ночью ехал такой грузовик. Я не поняла, куда. Он, наверное, где-то 20 метров в длину. Это больше было похоже на вагон, просто с колесами. А сегодня машины едут и распыляют какое-то вещество. Наверное, это связано с вирусом. Смотрела новости в кои-то веки, когда готовила. На кухне у нас просто всегда телевизор включен. Потому что бабушка смотрит. Если не бабушка, мне кажется, мы продадим этот телевизор и все. Покончено с телеком. Иногда мама говорит, надо, говорит, в гостиную купить телевизор. Я говорю, мам, зачем? Кто сейчас смотрит телевизор? Ой, какое классное чудо! Это новый вкус. Здесь мороженое, клубника и малина. Молочный коктейль. Я вообще люблю, но я всегда с клубникой брала. А вот такой новый вкус. Обалденно. Берите. Я из тех людей, которые не очень любят пробовать что-то новое. Например, я пью всегда чудо. Хоть там есть и подешевле всякие милые и все такое, я все равно беру чудо. Но иногда нужно пробовать, потому что если не попробуешь, ты не поймешь, насколько это вкусно. Некоторые делают вот так вот. Попробую-ка я тоже. Удобно ли вот так вот. О! Очень даже удобно. Вот насчет телевизора. Мама говорит сюда, нужно купить большой плазменный телевизор. Я задаюсь таким вопросом. Я говорю, мама, когда последний раз ты смотрела телевизор? Она говорит, ну я не смотрю. Я говорю, ну тогда зачем телевизор нужен? Она говорит, ютубчик будем смотреть на большом экране. Не обязательно же каналы смотрите. Даже тариф, где ты хочешь, например, 300 каналов и очень низкую скорость интернета, этот тариф называется пенсионер. Прикольно, да? У нашей Мидиа-сети. Так называется. Потом я подумала, почему нет, если можно ютубчик смотреть на большом экране. Вот. Пока. Магазин открытый. Я боюсь, что опять все закроется. Пока скидочки. Хотела сегодня доснять влог, который начала вчера. Еще пойти по магазинам, прикупить кое-что. Но на улице такой ветер. Я проснулась от того, что у меня прям дверь на балкон открывалась со скоростью света и закрылась. И бах! Такой звук. При таком ветре нужно строго сидеть дома. Мало ли что. в какой-то степени мне в Баку нравится ветер. Особенно летом, когда жарко и такой холодный ветерочек. Прям кайф. Нету духоты. Это круто. Но зимой этот ветер, он опять же холодный. И он прям настолько выедается тебе в кости. Такое ощущение, что, не знаю, ты в Сибири где-то. то есть ты чувствуешь этот холод настолько казалось бы просто ноль или максимум минус один. Но тебе настолько холодно. Мой сосед решил начать ремонт. Вы слышите это? Если слышите, извиняюсь. Сосед снизу купил квартиру и уже 8 лет он там не делает ремонт. Мы переехали наверное лет 6, а он уже купил квартиру в тот момент, когда мы ее покупали. И мне всегда интересно. Либо продай, либо сдай. Я, конечно, понимаю, что это не мое дело. Просто интересно, по каким причинам он не делает ремонт. И вот я кушаю, снимаю мукбанг. Он решил начать этот как раз таки ремонт. Но у нас шумоизоляция хорошая на самом деле. Даже, например, бабушка по телефону болтает, например, в своей комнате, а моя комната находится по соседству. и мне совершенно не слышно, что она говорит по телефону. Не спрашивайте, откуда я знаю такую информацию, почему я прислушивалась. Ой, какие сосиски вкусные. Обалдеть просто. Мне пришло сообщение в инстаграм от девочки. В час ночи огромное сообщение типа о помощи, типа умерла какая-то девушка американка давным-давно. Посмотри за гугли в интернете, и ты все поймешь. Разошли это сообщение двадцати своим знакомым. Я реально очень испугалась. Обычно я даже не успеваю читать директ. Но иногда меня отмечают, поэтому надо читать, чтобы репостнуть к себе в историю. Да и вообще интересно мнение людей, кто что пишет, кто что советует. Вот. Я так вдруг испугалась. Там, знаете, такой текст прям трогает за душу, можно так сказать. Это я, я лежу рядом с тобой, я умерла в таком-то году и так далее. Помоги это разослать всем. Если ты не разошлешь это сообщение своим двадцати друзьям, то кто-то из твоих близких умрет. И там было написано, что если ты не веришь, ты можешь загуглить. Я загуглила, и когда я увидела, что это имя и фамилия по поисковику уже есть там. То есть много кто гуглит ее имя. Стало прям страшно. Ребята, не ведитесь на такие вещи. Я ненавижу людей, которые отправляют какой-то спам. Знаете, люди разные. У некоторых психика не сформированная. Не знаю, дети и еще кто-то. Вы берете, отправляете такой текст незнакомому человеку и даже не знаете, какая реакция будет. Я в час ночи была одна в своей комнате. У меня мама в деревне, одна пожилая бабушка. Я, если честно, подвержена таким вот вещам. То есть когда я чего-то очень сильно пугаюсь. Мало того, что один сверлит, другой еще поет. Надеюсь, что вам не слышно. Я буду чавкать вот сюда, чтобы вы никого не слышали, кроме меня. В общем, я не понимаю людей, которые такую хрень отправляют. Где ваши мозги? Я блокнула. девочку, которая мне отправила такую хрень. Это просто безумно вкусно. Поэтому, ребят, если вам тоже приходило это сообщение, я просто девочку блокнула. Поэтому имя, фамилия этой девочки, которая типа умерла, у которой дух просит помощи. Я вам сказать не могу. Но если вам тоже отправляли подобные сообщения, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая была ваша реакция. Очень вкусный соус. Именно соус обалденным. Я притащила наш араб, но вы знаете, нету необходимости в нем. Потому что настолько вкусно себе с ним. Некоторые так с легкостью, знаете, делают вот так вот. И все. Берут и едят. Я не понимаю, как они это делают, потому что у меня ничего не получается. этот соус я сделала из помидорок. Я взяла помидорки, разделая их, сняла кожуру, нарезала мелко, добавила в сковородку масса. И вот эти вот помидорки превратились просто в пюре. после того, как у нас получилось пюре. Ребята, я жутко извиняюсь за эти звуки. Я просто ничего не могу сделать. Я могу спуститься, врезать своему соседу, но скорее всего я получу обратку. И мы с вами потом встретимся с фенгалом. Поэтому я предпочитаю молчать. Какой у меня парень однажды говорит, они не имеют права сверлить днем. Я говорю, а когда сверлить? Ночью? Он такой говорит, в определенные часы. Ну да, я уже доедаю, он закончил. Мало того, что человеку, который ремонтирует квартиру, нужно поймать мастера. Эти мастера обманывают, говорят, что они придут завтра в три, потом не приходят, чтобы не потерять и вас, и не потерять тех клиентов, у которых они сейчас работают. так еще нужно ложиться в те часы, когда можно пилить, можно сверлить. Кис-кис, для пожизни оптимист. молочный коктейльчик, нечто. Помазала свою аллергию вчера ночью флюцинаром, легла спать и все, аллергии нету. обожают лекарства. Помогает от всех кожаных каких-то болячек флюцинар. Средство у нас всегда в холодильнике флюцинар лежит. Все, это тоже выпили. На этом все, ребятки. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне безумно приятно. Обязательно поставьте лайк, чтобы я вообще осталась довольна. Подпишитесь на мой инстаграм. Всех люблю, целую. С вами Блайк Эмили. Пока.